Видите здесь фанера? Где-нибудь вы видели еще использование фанеры в моих проектах? Клиенты захотели совершенно замечательную отдельно стоящую ванну. Была мечта всей жизни. По моему требованию, чтобы вывести прямой угол для шкафа, может получиться так, что вот этот откос будет больше. Мы как раз со строителями все обсудили, и все будет выполнено в соответствии, так сказать, с новыми изменениями. И клиенты останутся довольны результатом. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня мы пришли на новый наш объект под названием квартира ЖК Стокгольм. 86 квадратных метров. На самом деле, не так давно я показывала, как мы делали дизайн этой квартиры. Видео есть у меня на канале. Ссылочку для вас я оставлю в описании, для того, чтобы вы могли посмотреть. А сейчас здесь уже началась стройка. Мы будем заниматься реализацией проекта. Это помещение кухни, столовой, гостиной. За моей спиной будет расположен телевизор. Вот видите, уже здесь розетки. И красивая мебельная композиция белого цвета в цвет стен, который мы покрасим тоже белый цвет. С всевозможными полочками и ящиками. И нажатие с помощью пуш, с помощью нажатия они будут открываться. Соответственно, ручек не будет. И будет такая, как вы видите на визуализации, небольшие линии графические. То есть в целом мебельная композиция должна сливаться со стеной. В этой части находится кухня. С чем мы столкнулись? Согласно технической информации, которая предоставлена от поставщика, мы с клиентами, к слову сказать, приобрели итальянскую кухню. По периметру 64 сантиметра глубина шкафов. Кстати говоря, в большинстве случаев 60, здесь 64. Но, вот буквально только что прораб меня спрашивает, правильно ли я сделала вывод для вытяжки. Ну нет, конечно. Верхние шкафчики у нас 64 сантиметра, а нижние, на визуализации они белого цвета, лаковые. Глубина этих шкафчиков, в которые устраивается вытяжка, 36 сантиметров. Соответственно, я попросила уже вот эту трубу перенести не по центру вот этой нижи 64 сантиметра, а по центру шкафчика 36 сантиметров. Также сегодня были замерщики по подоконникам. Просто нашим строителям необходимо, естественно, подготовить вот эти вот ниши для подоконников согласно техническому заданию от изготовителей. Подоконники мы собираемся сделать из искусственного камня. Мы по проекту всегда даем просто размеры существующую, вот эту глубину. А по факту надо будет предусмотреть нависание. Что важно? Важно понимать, какие будут радиаторы. Замена, незамена. То есть мы смотрим, я всегда рекомендую делать нависание подоконника до середины радиатора. Все радиаторы разные, и крепежи для радиаторов тоже разные, поэтому вот этот, скажем, выпуск подоконника всегда может быть по-разному. Здесь мы приняли решение, поскольку современный интерьер, то мы сделаем 7 сантиметров нависание, потому что половину где-то радиатора закроет, и 7 сантиметров так называемое ушко. Но обратите внимание, в этой части очень небольшой выступ. Из-за того, что мы сформировали нишу для шкафчиков, тоже итальянский, кстати. Вот, соответственно, здесь мы сделаем скругление, а в этой части сделаем, ну, как бы подоконник будет втыкаться в стену. На всех остальных окнах мы сделаем, как бы, симметричные ушки по 7 сантиметров с нависанием, и смотреться будет все очень органично. Это помещение гостевого санузла. Наши клиенты, они как раз молодые, такие динамичные, современные коммерсанты, попросили сделать гостевой санузел и при возможности здесь разместить душевую. В некоторых вариантах планировочных решений это не получалось, это вы можете посмотреть на видео про дизайн-проект, но в данном случае получилось, и мы таким образом воплощаем. Но начну свой рассказ о том, как у нас располагается здесь мебель. Согласно визуализации, вы видите, что в этой части расположена мебель, ну, с раковиной мебель для ванной комнаты, и над ней красивый такой из мха такой декор. Это натуральный мох, он специальным образом высушен, там никакие жучки не заводятся. Это украшение ребят попросили, клиенты захотели, мы это сделали. Но по факту, к сожалению, в реализации потом увидите, этого не будет. Сюда мы уже до заказали плитку, то есть сначала хотели-хотели, а потом говорят, ой, вдруг там все-таки заведутся какие-то жучки. Хотя опыт показывает, что этого не бывает. Но тем не менее, хозяин-барин, перестраховались. Что касается мебели для раковины, вот обязательно все-таки на этапе создания дизайн-проекта старайтесь мебель заказывать, чтобы уже не менять своих решений. Потому что ребята на этапе проектирования скажут, да, вот у нас будет вот этот шкафчик для мебели, он был 90 сантиметров, а по факту они приобрели 92 сантиметра. Хорошо, я здесь веду авторский надзор, и в рамках авторского надзора мы это учтем и сделаем нишу чуть больше. Если шкафчик 92 сантиметра, и он как бы встраивается как в нишу, здесь потому что будет еще кусочек инсталляции торчать. Соответственно, надо зазоры сделать технологически, мы сделаем их 2 сантиметра. Итого 94 сантиметра. Но учитывая, что у нас будет плитка с одной и с другой стороны, ну, склеиваем слоем где-то по полтора сантиметра, это еще 3 сантиметра. Итого 97 сантиметров в монтажном размере нам необходимо оставить пространство. В данном случае, естественно, это влияет на то, что мы расширяем эту зону, а здесь зона уменьшается. Не повлияет ли это, не будут ли какие-то ошибки совершены? Нет, мы все посмотрели. В этой части у нас будет стоять инсталляция. Инсталляция на самом деле всего 50 сантиметров, но мы ее в рамках проекта зашиваем больше, поэтому уменьшение короба для инсталляции за счет увеличения ниши для раковины в данном случае представляется возможным в исполнении. За инсталляцией, которая находится в этой части помещения, это видно на визуализации, до конца стены уже будет выделено место для душевой зоны. Здесь конфигурация помещений сложной формы, но мы как бы устанавливаем только дренажную систему или трап, как это иногда называют, максимально близко к канализационному стояку. Это позволяет не делать очень-очень большой уклон, то есть чем ближе к стояку, тем меньше уклон, потому что наверняка многие из вас знают, что уклон, чтобы вода хорошо уходила, должен быть полтора сантиметра на метр. Вот это все с душевая зона. Так вот, когда мы выбирали систему лейки для душевой зоны, первоначально планировалось сделать вывод горячей и холодной воды достаточно простой душ. В итоге клиенты выбрали с термостатом. Вот такая вот у нас повелась штучка. Это стройка для управления. Термостат здесь. И видите, какая глубина. Глубина на самом деле 9 сантиметров. Вписаться вот в эту стену, воткнуться, не представляется возможным, это может нарушить ее конструктив. Соответственно, естественно, возникает вопрос с дизайнером, ведущим авторский надзор. Строители консультируют, что будем делать. Принято решение сегодня, что мы здесь зашьем стеночку, потому что у нас достаточно большая душевая зона. В данном случае это представляется возможным. Поэтому мы зашьем для того, чтобы вшить вот эту систему управления термостатом. И это получается совершенно безболезненно, потому что у нас и здесь выступ, и здесь выступ. И просто вот эта глубина выступа будет меньше. И сейчас у нас по проекту 23 сантиметра. Ну, а так на 9 сантиметров выйдет, соответственно, будет 5 сантиметров. То есть вполне нормально. Соответственно, надо привязку дренажной системы или трапа тоже предусмотреть. Поскольку стеночка подвигается, то дренажная система чуть-чуть будет выдвинута. Пока сейчас здесь ничего не сделано. Мы как раз со строителями все обсудили. И все будет выполнено в соответствии, так сказать, с новыми изменениями. И клиенты останутся довольны результатом. Мы находимся в холле. Это входная дверь. Клиенты решили ее не менять. Но мы заказываем под цвет, отдел и отделку всех остальных межкомнатных дверей панель, которая будет закрывать внутреннюю поверхность двери. И в данном случае, вот я, честно говоря, не помню, принято решение, по-моему, сделать без наличников. То есть мы здесь сделаем такие планки, чуть-чуть заходящие на стену, обрабатывая вот этот проем. Потому что по своему опыту, знаю, можно просто, ну, отштукатурить, но со временем необходимо будет это восстанавливать. Клиенты захотели, чтобы что-то было более надежное. В этой квартире нет зачастую параллельных стен. Наверное, вы уже это увидели. То есть это есть в санузле, то же самое есть в коридоре. Соответственно, с чем мы столкнулись? С тем, что, по моему требованию, чтобы вывести прямой угол для шкафа, может получиться так, что вот этот откос будет больше. Сегодня мы со строителями разговаривали. Я как бы предложила сделать, вывести вот этот прямой угол только на глубину шкафа. И здесь вот так вот обрезать будет такой небольшой выступ. Ну, как такая планка. И тогда ничего страшного, что стена пойдет уже под углом небольшим. Мы сохраним вот эти вот откосы симметричными. И при этом мы сделаем все-таки место для шкафа согласно всем правилам с углами 90 градусов. В этой части вы видите щиток. Щиток заглублен согласно проекту. При этом вы видите, наверное, направляющие. И каркас будет обшивкой. Для чего это делать? Оказывается, будет новый щиток, глубина которого больше. Соответственно, благо у нас здесь есть некоторое расстояние, пространство, глубина шкафа хоть и уменьшится, но мы, ну, в смысле, глубина шкафа самого не уменьшится. Просто эту стеночку мы чуть-чуть пододвинем. Так что здесь будет больше другой щиток, и он будет вровень со стеной. А здесь мы уже разместим гардеробные системы шкафа. Мы находимся в помещении детской комнаты. Но поскольку семья молодая ребенка еще нет, он только запланирован, то дизайн помещения мы сделали как гостевую комнату, то есть как уже такого школьного возраста ребенка или, опять же, просто как кабинет. За моей спиной отделка такая в скандинавском стиле, в современном, деревянные панели и зеркала с фацетом. На самом деле это не бюджетный вариант. Клиенты думали, как бы можно было бы это заменить. Ну, там просто там паркет, допустим, на стену завести. Ну уж очень банально. В общем, думали-думали, решили все-таки оставить вот это оформление декоративное согласно проекту. Меня это очень порадовало. Что касается подоконника возле балконной двери. Я предпочитаю здесь делать все-таки, чтобы не торчал вот в этой части, ну, выступа не было у подоконника. Я делаю где-то полсантиметра зазор, выступ. Ну, на всякий случай рассчитаны на возможную кривизну вот этого откоса. Потому что если сделать вровень, где-то может там поехать размер, и будет виден дефект. Полсантиметра чуть-чуть прикрывает, получается все идеально ровно. Соответственно, сделаем как бы с нависанием полсантиметра. Выступ, как я уже говорила, на предыдущих подоконниках 7 сантиметров, 70 миллиметров. И сделаем скругление. Что касается выбора подоконников, еще очень важно всегда выбрать профиль. В данном случае мы выбрали профиль не полукруглый, а с таким по 45 градусов, такой как бы срезкой. Не знаю, как это правильно называется, но вы потом увидите в реализованном проекте. В этой части находится композиция итальянского производителя. Здесь будет стол. Ну, а вот здесь вы видите, такую перегородочку поставили. Для чего? Мы сформировали вот это пространство для установки книжных шкафов, телевизионной зоны. Но еще необходимо было предусмотреть шкаф платяной. Соответственно, здесь будет платяной шкаф, и вот это вот пространство не пропадет. Я предполагаю здесь сделать наполнение следующим образом. Здесь будут полки, здесь какие-то еще системы, и дверцы, чтобы закрывалась эта ниша, мы сделаем на заказ столярной мастерской. Мы находимся в приватной зоне хозяев. На самом деле, вот этот проем будет закрыт распашной дверью, которая отделяет хозяйскую спальню, включающую гардеробную зону, которая находится слева от меня. И вот через этот проем мы попадаем в ванную комнату. Она будет за раздвижной дверью. Ну, а там будет спальня, о ней я расскажу позже. В ванной комнате мы столкнулись с некоторыми проблемами. Клиенты захотели совершенно замечательную, отдельно стоящую ванну. Была мечта всей жизни. В таких небольших квартирах зачастую такую ванную не разместить. Наверное, вы видели видео моего проекта под названием «Дом с восточной мансардой» 450 квадратных метров. Там была совершенно шикарная с окном ванная комната, она больших размеров. Там ванна такая отдельно стоящая, стояла посередине помещения. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите, потому что это очень красиво. Ссылочку для вас я оставлю в описании традиционно. В итоге в этой квартире мы тоже сумели разместить эту ванную. Но, естественно, слив в пол идет. И надо было продумать, каким образом, можно ли опустить. Вот, ребята, видите, продолбили уже канализационный стояк, но дальше уже они к соседям попадут. При этом клиент просит сделать правильный уклон. В общем, принято решение. Думали сделать подиум или как-то еще решить вопрос. Заглубляться больше не будем, но по факту строители предложили одно решение, при котором мы можем не заглубляться в пол, но при этом и не делать подиум. Вы увидите потом в реализованном проекте. Здесь также вы видите, вот эта труба проходит в часть помещения, где находится раковина. Здесь уже для раковины все выводы сделаны. Первоначально мы не могли точно рассчитать, возможно ли будет так провести вот эту трубу 50-ку. Соответственно, проектом было предусмотрено сделать как бы обшивку на 70 мм вот этого вентиляционного канала. Но по факту строители пришли, посмотрели, попробовали. Им удалось провести безболезненно вот эту трубу сквозь, скажем так, вент-канал, не задев ничего. Поэтому далее мы приняли решение уже, что здесь обшивать дополнительно не будем, потому что здесь находится только электрический полотеносушитель, его как бы подключить будет несложно. Ну и важно было выдержать вот эту зону, потому что здесь раковина опять же, получается, встраивается в нишу. Что касается вот той трубы, которая между вент-каналом и инсталляцией, инсталляция для унитаза, вот эта красная рамка. Видите, она торчит. Заглубить стену ее не представляется возможным, в эту несущую. Поэтому в проекте пошли изменения, как раз связаны с этой трубой. Поскольку на проекте вы видите, у нас зеркало от пола до потолка. Первоначально было так. Потом уже, когда мы чертежи делали, клиент говорит, что мы не хотим, чтобы там внизу было зеркало, будет ляпаться, не вопрос, будет плитка. Приняли решение, что плитка будет до высоты инсталляции. Соответственно, когда появилась эта труба, тогда стоял вопрос, обшить от пола до потолка вот эту стену, или я предложила полностью не терять пространство, а сделать обшивку ровно до высоты отделки плитки. Здесь будет такая небольшая ступенечка, впоследствии мы можем поставить сюда декор, и будет очень симпатично. Ну и важно было вот эти все расстояния еще на самом деле рассчитать. Тоже из-за сдвижки стены строители говорят, вот стена пододвинулась, что будем делать? У нас здесь очень плотно с расстояниями. Я сказала, расстояние выдерживаем, стену вот эту увеличиваем до нужного нам размера. Они говорят, ну так там же проем, вот посмотрите, да, проем, значит, что тут? Вот он тут должен был заканчиваться. Я говорю, не вопрос. Мы наращиваем проем, ну как бы наращиваем вот эту стеночку, чтобы оставить место для наличников, и проем вот этот уменьшится, ничего страшного, ну потому что он был, наверное, сантиметров 90, но будет 80. Поскольку здесь у нас уже двери не будет, то это можно сделать абсолютно безболезненно. Мы находимся в помещении спальни хозяев. Наверное, вы заметили, что спальня выглядит несимметричной, но мы постарались сделать ее симметричной. Дело в том, что обычно кровать я стараюсь расположить по оси стены, потому что симметрия мне нравится. Но в данном случае клиентка попросила сместить кровать, потому что у входа ей требуется зона для занятий йогой, коврик постелить и прочее. Клиенты любят использование дерева в проекте, поэтому мы сделали следующим образом. Мы вот эту зону, которая для занятий йогой, отделили в темном цвете отделки паркета, и паркет завели на потолок. Видите здесь фанера? Где-нибудь вы видели еще использование фанеры в моих проектах? Нет, конечно. Если на потолке не будет, так сказать, пола, то фанеры там не потребовалось бы. Ну а за моей спиной будет уже вот в этой светлой зоне находиться кровать. Согласно визуализации вы видите мягкие изголовья. Но в итоге клиенты отказали, заказав кровать с обычным изголовьем, и здесь будет впоследствии паркет. Поэтому не удивляйтесь, но будет тоже симпатично. Светлый паркет в этой части, темный паркет в этой. Но напротив зеркало. Надеюсь, вам было интересно увидеть мой новый объект. Мы снова с вами встретились. Если вам было интересно, то ставьте лайки. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы. Ну а так традиционно, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропустить новые видео, обязательно нажмите на колокольчик. Ну а сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!